Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео мы рассмотрим такой вопрос, что такое атрофия мышц. Под атрофией мышц понимается процесс, приводящий к уменьшению объема и перерождению мышечной ткани. Если говорить просто, то мышечные волокна начинают истончаться, а в отдельных случаях и вовсе исчезают, что приводит к серьезному ограничению двигательной активности и длительной обездвиженности пациента. Атрофия мышц, ног и других конечностей тела возникает вследствие снижения обмена веществ и старения организма, хронических заболеваний желез, внутренней секреции, кишечника, желудка, соединительной ткани, инфекционных паразитарных заболеваний, нарушения нервной регуляции мышечного тонуса, связанных с отравлениями, полиневритами и другими факторами, врожденной или приобретенной недостаточности, ферментов. Первичная форма заболевания выражается в прямых поражениях самой мышцы. Данная патология может быть обусловлена как плохой наследственностью, так и ряда внешних факторов, травмами, ушибами, физическим перенапряжением. Больной быстро утомляется, тонус в мускулатуру постоянно падает. Иногда отмечаются непроизвольные подергивания конечностей, что свидетельствует о повреждении двигательных нейронов. Вторичная атрофия мышц. Лечение строится на устранении основного заболевания и других причин, приведших к возникновению атрофического процесса. Наиболее часто вторичная атрофия мышц развивается после травм и перенесенных инфекций. У пациентов поражаются двигательные клетки, стоп, голени, кистей и предплечья, что ведет к ограничению активности этих органов, частичному или полному параличу. В большинстве случаев болезнь характеризуется вяло-текущим процессом, но возможно и обострение, сопровождающееся сильными болями. Вторичная форма заболевания подразделяется на несколько видов. Невральная миотрофия. В данном случае атрофия мышц связана с деформацией стоп и голени. У больных нарушается походка. Она приобретает характер степажа. Когда при ходьбе человек высоко поднимает голени, со временем рефлексы стоп полностью угасают, и болезнь распространяется на другие конечности. Прогрессирующая атрофия мышц. Симптомы проявляются, как правило, в детском возрасте. Заболевание протекает тяжело, сопровождается резкой гипотонией, потерей сухожильных рефлексов и подергиваниями конечностей. Атрофия мышц в основном локализуется в отделах верхних конечностей. У пациентов атрофируются межкостные мышцы и пальцы. Рука приобретает форму обезьянной кисти. При этом чувствительность конечностей сохраняется. Но сухожильные рефлексы полностью исчезают. Процесс атрофии неуклонно прогрессирует и со временем затрагивает мышцы шеи и туловища. Главным признаком всех видов атрофии является уменьшение объема поврежденной мышцы. Особенно заметно это при сравнении с парным органом здоровой стороны. Также атрофия мышц, симптомы которой зависят от тяжести процесса, всегда приводит к уменьшению тонуса мышц и сопровождается болезненными ощущениями при пальпации конечностей. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч друзья! Субтитры сделал DimaTorzok